Здравствуйте, дорогие соотечественники! Хотелось бы поговорить этим летом, в этом прекрасном месяце июля, о чем-то светлом, прекрасном, возвышенном. А вот приходится говорить о вещах, порой даже не просто удручающих, а страшных. Итак, темой нашего сегодняшнего, как бы это назвать, дискурса, диспута, обсуждения, будет один-единственный термин – ксенофобия. Слово «фобия» по-гречески означает страх, соответственно, ненависть и так далее, то, что сопутствует этому страху. А слово «ксения», «ксеност», это как бы что-то чужое, чуждое. Когда мы говорим о ксенофобии, ну, чаще всего имеются в виду какие-то межэтнические конфликты, нелюбовь к какой-то части этноса, наиболее темной и отсталой, как обычно, к другому этносу. Но также ксенофобия, если в широком смысле, это не любовь, допустим, к религии, ко взглядам, к идеологии других групп людей. Ну, давайте посмотрим, к чему это приводит. Возьмем в Средневековье, эпоха погромов, убийств, в Альпургеве ночь, ночь вот этих длинных ножей, когда католики убивали гугенотов. В Средневековье, это во времена чумы, болезней, когда убивали евреев, считали их виноватыми в этом бедствии. Да и вообще, вот эта мода, скажем так, хотя не очень уместное слово, но тем не менее на погромы, пришла к нам именно из Западной Европы. Началась она где-то в Германии, потом потихоньку передвинулась в Польшу, но оттуда пошла дальше, на восток и на юг. Я имею в виду времена Холокоста. Времена Холокоста – страшные времена. Сотни тысяч погибших евреев и десятки тысяч погибших цыган в Румынии. В Венгрии, в странах Прибалтики, на Западной Украине, в Польше и в других странах. Это страшные вещи, они предупреждают нас о том, что когда мы безразлично относимся к тому, вот у нас пытаются отменить прекрасный закон на языках, который как-то уравновешивал соотношение в нашем обществе между этническими молдаванами, этническими русскими, гагаузами, другими народами. И мы как-то так вот равнодушно смотрим, забывая, что ксенофобия начинается с того, что сначала ущемляют в правах о языке, потом в праве на образовании, на родном языке, а дальше больше, а дальше вот то, что мы видим на Западной Украине, горячий Донбасс. А перед этим все мы видели, как десятки людей в Одессе были сожжены, и никто за это не ответил. Это та же самая ксенофобия. Неважно, против какого народа она обращена, важно то, что человек, который устремляется в это русло, животное, обычно ксенофобов называют гиенами за то, что они любят грабить, не просто издеваться над людьми и гонять их, занимать их квартиры, рабочие места, и просто грабить. Вот об этих всех страшных вещах и о том, как важно нам не быть безразличным ко всяким проявлениям и попыткам культивировать ксенофобию в нашей родной стране, многонациональной, многокультурной, мы пригласили сегодня в студию нашего доброго знакомого Сергея Эрлиха, издателя, историка, обладающего всеми полагающимися научными титулами, но самое главное другое. Это человек высочайшей культуры, мощнейшего интеллекта и высокой порядочности. Сергей, рад тебя видеть в нашей студии. И вот тема, конечно, не для лета, как бы не для июля, но куда денешься, когда вокруг видишь, вот начинается опять вот якобы закон о языках устарел, якобы там необязательно сетку программ смотреть, все, что ты хочешь, вот русскоязычные станции, русскоязычные каналы прикрываются в угоду политикам и так далее. Опять видно, что между берегами, между Приднестровьем и нами черное окошко пробежало, понятно почему. Вряд ли Гагаузы обрадовались таким вот новостям и другие национальности, которые проживают на территории нашей. Скажи, пожалуйста, вот эти вроде такие безобидные шуточки, да? Но мы видим вот на западной Украине, какие проблемы это создает и вообще на Украине. Вот после того, как также начали прижимать русский язык, венгерский язык, румынский язык, другие языки, мы видим, что вот Украина испортили сейчас отношения и с поляками, и с венграми, которые наиболее вот Орбан такой спуску не дает, и с румынами, вот. Ну, я думаю, что и наши вряд ли радуются соотечественники этому. Тоже вроде безобидные штучки политиканов, депутатов, и представителей различных, я бы сказал так, экстремальных течений политической мысли. Под флагом там либералы, демократы, а на самом деле обычные ксенофобы и очень опасные личности. Что говорит об этом история еврейского народа? Народ, который наиболее, на мой взгляд, пострадал от ксенофобии как явления. И что стоит за этой ксенофобией? Вот я знаю, мы потом в конце передачи вообще еще раз ты нам расскажешь о планах издательства, о его сущности, направленности, концепции и так далее. А сейчас мы поговорим о книге, которая лежит у нас вот на столе, лежит перед тобой, которую ты издал и твои коллеги. И она носит очень странное название – «Золотая жатва». И вот тут колосок, и все бы было хорошо, если бы эта «Золотая жатва» не была бы белым по черному фону, нечто такое траурное, и «Золотого» я тут вижу только в семи огоньках свечи. Это не огоньки, это золотые зубы. Ты смотри, еще страшнее. Еще страшнее. Я просто покажу. А я думал, что это какое-то... Ну, это ясно, что это и минора, и колосок, в общем, тут... И семь золотых зубов. Да, да. То есть художник здесь, в общем, совместил все эти символы... Скажем так, коронки золотых зубов. Вот это он имел. Да, да. В чем был замысел этой книги, и что это за книга? И когда издательство идет на такие затраты, на огромную работу, подготовительную издательству, что подвигло? Эта книга принадлежит Перу Яна Томаша Гросса и его жены Ирины Грудзинской. Гросс. Ян Томаш Гросс – это польский еврей, который был вынужден в 68-м году, когда там развернулись опять новые погромы, то есть уже это была реакция на эту шестидневную войну, там в Польше, то есть везде... Это какой год? 68-й год. Еще раз, в 68-м году, когда начались на Ближнем Востоке вот эти... После шестидневной войны, когда... Вызвало снова интерес к теме. Когда Израиль разгромил египетскую армию, которую щедро поддерживал Советский Союз, в том числе и там участвовали советские летчики, был взлет антисемитизма во всем лагере социализма, а в Польше они решили уже добить тех евреев, которые там после всех погромов остались, и он был арестован, и был вынужден иммигрировать. Сергей, чтобы у наших соотечественников не создалось, что здесь сидят какие-то два великих антисоветчика, я хотел бы сказать и другое. Вот всплеск антисемитизма в современной Франции, вон сколько мы слышим... А чтобы люди поняли, что в данном случае интерес возник в связи с тем, что опять возникла необходимость к обращению к истории. А так как твое издательство и ты сам историк, то очевидно, ты как бы продолжил эту линию 68-го года. Я просто хочу кратко его биографию перестать. Нет, чтобы нас не обвиняли, что мы какие-то прозападники, провосточники, нас люди сейчас интересуют. Ну да, вот он как человек был вынужден иммигрировать в Америку, в Америке он стал профессором, и в начале 90-х годов он написал книгу, которая стала всемирным бестселлером, она называется «Соседи». И в этой книге он рассказывает, как в 41-м году поляки без всякого участия немцев в местечке Эдвабне, загнали своих еврейских соседей в амбар и сожгли. И сделали это для того, чтобы завладеть их имуществом. То есть жадность двигалась с этими людьми. То есть тут не немцы их заставили это сделать, они сделали это в данном случае сами. То есть ксенофобия как бы давала им, легитимизировала вот эти самые чувства гиены. Ну, немцы единственное, что они понимали, что им за это ничего не будет, потому что это тоже научит ответственность нацистского режима, потому что они понимали, что им за это ничего не будет, поэтому они это сделали. Эта книга вызвала огромный скандал вначале в Польше, потому что в Польше принято считать, что они жертвы двух тоталитарных режимов, гитлеровского и сталинского. Кстати, в Польше сейчас недавно вот этот закон вышел, кто скажет слово «холокост», что в Холокосте замешаны как-то поляки, ему грозит проблема. Да, и вот как раз мы к этому сейчас придем. И вначале там был большой скандал, потому что они себя считали нацией героев и жертв, а оказалось, что они были в том числе и нацией преступников. Но в то время, в 90-е годы, в общем, польское правительство признало эту ответственность за это преступление. Президент Польши, я не помню его фамилию, тогдашний президент Польши публично принес извинения. Это в каком году? Это в 90-е годы было. И они, значит, открыли целую программу. Оказалось, что было не единственное, не единственный такой случай, таких случаев было очень много, когда... То есть это было явление? Да, да, это было явление, значит, когда убивали своих соседей с целью завладеть их имуществом. Пользуясь тем, что немцы ничего за это им не будет. Вот. И потом еще было... Второе было извинение тоже польского президента в начале 2000-х годов по поводу погрома в Кельце. Это было уже в 46-м году. После войны. После войны. Подчеркиваем, война закончилась, погромы продолжились. Да, это были погромы тех евреев, которые выжили в основном в Советском Союзе и вернулись в Польшу. А они вернулись, а их уже дома заняты новыми хозяевами. И те решили, что самое простое – это их убить. Вот. И как раз вот из этой волны, вот этой эмиграции в основном и формировалась израильская армия. Там вот эти евреи, которые убежали из Польши уже после войны. Вот. Они через Чехословакию бежали. Вот. И, значит, в Польше, как бы, вроде, был момент этого покаяния. Но в последние годы там пришло к власти новое правительство, которое начинает все это отрицать. Опять экстремальный национализм. Да, да. Крайне правое правительство. Они начинают все это отрицать. И вот в этом году был там большой скандал. Значит, они приняли закон. Это был мировой скандал. В котором сказали, что попробуйте сказать, что поляки несут какую-то ответственность. Значит, вы обвиняете весь польский народ. То есть, этот закон настолько размыт. Я просто брал интервью у польского исследователя. Он сказал, он настолько размыт, что там можно любого подогнать под этот закон. И вот что случилось с Яном Томашем Гроссом. Автором золотой жатвы, которая перед нами лежит. Автором этой книги. Он в одном из интервью сказал, что поляки убили евреев больше, чем немцы. И может, он преувеличил. Может, тут, конечно, трудно посчитать, сколько конкретно убили немцы, сколько убили конкретно поляки. Я думаю, он имеет в виду, что за пределами концлагерей, за воротами, убито больше было гражданским населением, чем оккупационными немецкими войсками. Да, может, это неудачное было высказание, но его за это высказание польская прокуратура открыла против него уголовное дело. Там его вызывали в прокуратуру. Ну, поскольку граждане Америки, они, конечно, ему ничего сделать не могут. Но, тем не менее, это вот как раз... Инцидент был. Да, против автора этой знаменитой книги, которая повлияла на польское самосознание, как бы пытаются его дискредитировать и так далее. И тем самым дискредитировать все, о чем он написал. Да, все, о чем он написал. И вот эта очень маленькая книжечка «Золотая жатва», она посвящена такому сюжету, что после войны польские крестьяне открыли новый бизнес. Они копались в этих концлагерях, в этих рвах, где пепел там жертв, и выискивали там золотые зубы. То есть там, где были трупы, они... Да, как эти вот, короче, как эти стервятники, короче. Вот эти три, семь золотых зубов, которые я принял за огоньки, они так повернуты, это и есть символ того, что содержится в этой книге. Ну, он ее назвал «Золотая жатва», потому что это были крестьяне в основном, то есть... То есть они разрывали могилы и золотые зубы... Ну, это не могилы были, это были вот в концлагерях эти расстрельные рвы, там, ямы, где вот эти... Скажем так, это где свалены трупы и покрыты общей могилой. Ну, то есть само по себе, это, конечно, аморально, вот это, так сказать, называется мародерство и так далее. Ну, это крестьяне, тем, каким они занимались, ну, вот бизнес такой, он прибыльный, выгодный. Он этому посвятил книгу. И когда вот Алексей Тулбуре, основатель Института устной истории Молдовы, предложил нам эту книгу издать, мы сразу согласились, не преследуя никаких коммерческих целей, потому что сейчас книги, это, так сказать... Это не бизнес, а просто мы считали, что важно поддержать вот Яна Томаша Гросса, вот в этой ситуации, когда его преследует прокуратура, и мы эту книгу издали, была презентация в Кишиневе в прошлом году, он приезжал сюда, кстати, выступал здесь, вот. То есть, скажем, еще раз я подчеркиваю, это в данном случае не имеет политического аспекта, ни Запад, ни Восток, ни те, ни другие, речь пока идет чисто о человеческом и политическом в том плане, что когда ксенофобию любого толка, политики используют, и каким страшным вещам это приводит. Да, да, это, в общем, эта книга, она, собственно говоря, антропологическая, я бы так сказал. То есть, она показывает вообще природу человека, к сожалению, она страшная природа человека, мы должны это понимать. Я, что хотел бы сказать, там в предисловии один поляк, кстати, достойный человек, который, я считаю, человек, который может и о своем народе сказать нелестное, это великий человек, потому что обычно все мы стремимся своих как-то подать в таком благостном цвете. Так вот, его образ меня поразил. Говорит, в человеке просыпается гиена. Вот это, кто смотрел передачи «В мире животных», это страшное создание, зубастое, очень злое, очень на первый взгляд такое споршивеньким, вот таким, страшный хищник, который питается всем, и живым, и падалью, и вот этот символ гиена, он и в Библии, кстати, насколько я помню, тоже образ один из страшных, это гиена внутри нас. И вот ксенофобия – один из способов исторгнуть из человеческих глубин вот этого страшного зверя. Ее очень легко исторгнуть, и, к сожалению, это относится ко всем народам, к сожалению, вот, и вот в этой книжке есть ряд приложений, в том числе вот статья вот Алексея Тулбуря, который описывает Молдавский Холокост, о котором вообще у нас… Как-то и не принято. Он, он, эта тема вообще находится, она задвинута, то есть тут говорится как, вроде бы тут немцы убивали евреев, вроде румыны убивали, а мы были, как бы, чистенькие и ничего не делали. Вот Алексей Тулбуря показывает на основании архивных источников, вот, что, к сожалению, в Молдавии происходило то же самое, тут соседи убивали соседей, грабили их с целью поживиться, и он приводит страшные вот эти… Да, страшные примеры там, что отрезали пальцы, чтобы снять золотые кольца, разбивали голову, чтобы вытащить золотые зубы и так далее. То есть, что это происходило и на нашей территории, но если в Польше об этом есть книги, есть фильмы, в Молдавии об этом полная тишина, эта тема вообще не поднимается. Вот, а это очень страшно, потому что дело тут вообще не в евреях, я хочу сразу сказать, что дело… Да, цыганам досталось десятки тысяч убитых. Не-не, я хочу сказать, что здесь вообще дело не в евреях, а в сенофобии вообще. Она может обратиться… Это ксенофобия. Да, она может обратиться на любой… Даже другой веры даже, это уже ксения. На любое меньшинство, и в современной Молдавии ну, евреев практически не осталось, так сказать, вот, не знаю, там по вот этой переписи, там что-то три тысячи человек, вот, а сейчас, если мы будем стараться на эту ситуацию, то русскоязычное население у нас превращается вот в тех, кто… в ту роль, которую играли евреи, допустим, вот в военный период, там и в межвоенный, то сейчас эту роль выполняют русскоязычное население. Скажем так, ксенофобия сейчас приобретает из антисемитизма, потому что особо преследовать некому, сейчас это все обращается, превращается ксенофобия в русофобию. Да, я об этом должен с горечью сказать, что это так, и это очень печально, и многие говорят, ну, что у нас происходит срочно, ну, запретили там… Кстати, под шумок достается и гагаузам, и болгарам, и даже украинцам. Потому что русских как раз… Носителей русского языка. Русских тоже очень мало осталось. Вот, имеется в виду носителей русского языка, включая и украинцев, там, и болгар, и гагаузов, там, и так далее. А теперь непонятно ли, Сергей, это становится, вот когда наш конституционный суд вдруг проснулся и ни с того ни с сего выдал на гора такую… Кстати, вот у меня Сергей Мишин, он говорил, это не его право давать такие оценки, что закон, мол, о языках, дескать, устарел, а ведь этот закон давал русскому языку, правильно? Он фактически имел статус не просто языка межнационального общения, как он был назван, а фактически это второй и государственный, потому что параллельно издавались все указы, дело производства и все. Ну, это был очень сильный… С чем связан вот этот наезд? Не волна ли это вот этой самой русофобии, о которой ты только что говорил, признак, что политиканам понадобилось мутить воду, и они начали ее мутить? Ну, это, да, потому что это, когда, скажем так, когда дела плохие, а в экономике Молдавии мы знаем, что ничего хорошего нет, что население, так сказать, бурными темпами покидает. С правосудием тоже не жидко. Да, да, что население покидает страну, по прогнозам, я не помню, международных организаций, что в Молдавии будет самая, среди всех европейских стран ожидается самая большая убыль населения в ближайшие десятилетия. В процентах, конечно. Да, ну, в процентах, естественно, да. По массе пока что чемпион Украина. Ну, ты что, там миллионы пошли? Нет, ну, там, хорошо. Но там страна большая. Но в Молдавии, если уже где-то... Еще раз, я говорю о процентах. Да, в процентах у нас самая плохая ситуация, она просто катастрофическая, да. Вот, мы что, уезжают как раз в основном те, кто помоложе, а остаются одни старики, кто здесь будет работать и так далее. Вот, поэтому я думаю, что когда все плохо, то вот надо разыгрывать эту... Найти виноватого, крайнего. Сенофобскую карту. И вот тут сенофобия. Вот, и нашли, кто виноват, нашли. Это самые русские во всем виноваты, русские оккупанты там и так далее, и так далее. И, конечно, это очень опасно. И я могу еще привести пример еще одну книжку, которую мы собираемся издавать. Вот мой учитель, профессор Кишневского университета Владимир Солонарь, он сейчас профессор в Америке, в Центральной Флориде университета. У него есть книжка, которая по-русски звучит так «Очищение нации», о которой он пишет, как румыны проводили политику этнических чисток и как эти идеи вызревали. То есть это... Это очень важно. Именно... Да, что они не стали... Людей превращали в Гиен. Да. Что это происходило постепенно, там, начиная с конца 20-х годов, формировалась идея, что нам нужна чистая Румыния. То есть евреи это была только первая цель. А на самом деле они собирались... Там и цыгане, и болгары, и другие, и венгры. У них была идея всех там или поменяться как-то... Убрать. Ну, в общем, убрать всех представителей других этнических групп из Румынии и сделать чистую... Чистую Румынию. И это происходило очень медленно, постепенно. Вначале там, ну, допустим... И, кстати, к большому позору и стыду, это ведущие интеллектуалы Румынии. Вот что страшно. Солнари об этом пишет, что в румынском интеллектуальном как бы сообществе, это не только власть, это все общее сообщество интеллектуальное, установился консенсус, что это правильно. То есть, что мы должны сделать чистую страну. И это происходило постепенно, там вот были запрещены, допустим, русские школы были запрещены... Не забудем, Сергей, в то время, напоминаю нашим дорогим соотечественникам, Бессарабия, так вот называлась тогда наша территория, да? Она входила в Королевскую Румынию. И вся эта пропаганда бухарестская, безусловно, распространялась и на территорию Бессарабии. И нечего удивляться, когда вот начались эти все случаи жестокости и так далее. Мы обязаны бухарестской идеологии, бухарестской пропагандии. Когда власть говорит, что можно, то народ, в нем эти гиены просыпаются, когда власть говорит, что тебе за это ничего не будет. И надо сказать, что эта политика Румынии, она шла постепенно. Там в 1937 году были введены расовые законы против евреев, но в то же время были закрыты все русские школы в Бессарабии и были закрыты все русские газеты. То есть, что это... Ну вот, у нас ничего страшного не происходит, но запретили рекламу на русском языке. Закон об языках под сомнением стали брать. Да, собираются его отменить вроде бы, что он уже устарел и так далее. Вот это все начинается вот с таких вот небольших шагов. Но, значит, вот Солнарь об этом очень хорошо пишет, что когда речь идет о маленькой стране, она зависит от международного контекста. Вот как в Румынии только они поняли, что Гитлер разрешает убивать евреев, они тут же их начали убивать в 41-м году в Бессарабии была очищена. К январю 42-го года в Бессарабии евреев не осталось. То есть, они были или убиты, или отправлены на... Интернированные в лагерь, да. На... Приднестровье. Транснестре, как они называли. И там они умирали. Значит, там не было газовых камер, но там было, наверное, еще хуже, потому что они умирали от голода, холода, инфекционных болезней. Их просто не кормили, в общем, обрекали на мучительную, на долгую, мучительную смерть. А по дороге туда их грабили, детей убивали. Да, там есть... Все убивали. Это страшно. Дорога туда. Это отчеты румынских жандармов. Это никто не выдумывал. Кстати, внимательно, вот очень хорошо, что ты сказал, что это отчеты румынских жандармов. То есть, эти ребята исполняли свой долг и фиксировали все эти страшные случаи. И своему начальству докладывали. Поэтому, скажем, это пропаганда, это архивы, подложные и так далее. Это данные румынских архивов. Цельство румынской жандармерии, отчеты их. Что когда эти колонны депортированных вели на тот берег, молдаване сидели в заросли кукурузы, ждали, кто отстанет, набрасывались на него, убивали, забирали его имущество, одежду и далее. И были случаи, когда они у жандармов выкупали евреев побогаче, чтобы их ограбить и убить и так далее. То есть, что, к сожалению, это было... То есть, гиен хватало. Да, да. А разбудили этих гиен, эти самые интеллектуалы бухареские, которые начали вот вслед за нацистской пропагандой проводить. Я имею в виду не только легионеров, я имею в виду все националистические партии, от которых... Партии интеллектуалов. Я когда читал вот тех многих румынских классиков, которые на аллее в нашем парке, типа Гоги и других, то я тебе скажу, волосы дыбом... Нет, нет, ты... Гога, он... Нет, во-первых, он не просто интеллектуал, он министр, и он как раз принимал вот эти расовые законы. То есть, это преступник просто. Преступник-преступник, но он же у нас, его рядят в тогу интеллектуала, поэта. Не, он поэт, реально это... Реальный поэт, но мерзавец. Ну, да. Руки в крыле. Ну, я хочу сказать, что Гога это там национальный, национальный уровень поэт, но вот это, вот в румынском вот этом, ну, скажем так, в крайне правом движении участвовали такие люди с мировой славы, это Мир Чилиади, это, значит, Эмиль Чоран, они были... Они были пропагандистами. Внимание, это был цвет румынской интеллигенции. Не просто румынской, это мировой, это вершина мировой. Ну, это впоследствии они стали, в то время они не были, но потом мы знаем, что Мир Чилиади стал одним из величайших антропологов, культурологов, Чоран, философ, он в Сорбоне работал, но в то время это были молодые ребята, и они все вот... Они активно подзуживали, они публиковали статьи в газетах, вот как нам создать эту великую чистую Румынию без всяких этих меньшинств и так далее. То есть, да, они сыграли вот свою, так сказать, вот эту роль в... И тогда возникает вопрос, и вопрос очень, на мой взгляд, серьезный. Как получилось так, что цвет нации, выдающиеся интеллектуалы и поэты способствовали тому, чтобы потом вот все эти ужасы, вот все эти убийства и грабежи, что вот это в человеке, вот это самое мерзкое, подлое вот это ксенофобия, это чувство гиены разбудить. Как такое могло получиться? Казалось бы, интеллектуалы, люди высоких стандартов, что случилось с этими людьми? Что за помутнение рассудка? Я бы сказал, что это, конечно, не только в Румынии было. Конечно, конечно. А в Германии. Стоп, а не в Англии ли конца 19-го, начало 20-го века и все теории социал-дарвинизма, евгеники, вот эти... А подожди, а человеческие зоопарки, если мы вспомним в Европе, конец 19-го, начало 20-го, в Антверпене, в Нью-Йорке, в Берлине, в Лондоне. Значит, вот такие вот, как огораживали и каких-то Зулусов, там, Банту или каких-то откуда. И на них смотрели эти люди, такое впечатление, что шимбанзе заперли, горилл заперли. И вот ходили все вокруг них, эти сидели, как на ней людей смотрели. А ведь это же была Европа времен, Золя, времен других продвинутых философов. Что происходило с людьми, Сергей? Еще раз, у нас принято тупо считать, что если интеллектуал, это обязательно несущий свет и добро. Что в данном случае произошло с этими интеллектуалами? В данном случае произошло с интеллектуалами, скажем так, Европы, и, в общем, не только Европы, но и других стран, включая... Ведь они идеологи. Да, ну, включая Россию и Советский Союз мы должны включить. Давайте не будем, так сказать, это самое. То есть, но если брать вот для европейской части, то тут, конечно... Но если мы возьмем Советский Союз, то что удивительно, вот недавно был парад победы, Бениамин Нетаньях ушел, и шли орденоносцы, и когда их спрашивали, ребята, да какая разница там, фашизм, коммунизм, а тебе говорили, нет, ребята, говорит, мы шли защищать в том числе и свой еврейский народ, так что их ставить на дни весы нельзя. Дикарыч, я не ставлю на дни весы, но и просто, что зверств хватало, но... Дури и зверств хватало без дел. Значит, мы все, давайте не будем называть про коллективизацию, про ГУЛАГ, но зверств хватало... Подожди, стоп, стоп, стоп. А ГУЛАГ и коллективизацию тоже интеллигенты обоснованы. Вот, видите, ну это не европейские, это русские. И, извините меня, экстремальные формы маршизма, лиминизма из Германии пришли, из других стран. Значит, они пришли из других стран. Еще раз, интеллигенция несет очень большую ответственность, и не надо выгораживать там... Я никого не выгораживаю, я хочу сказать, что... Что с ними произошло? Что, если мы будем говорить о западных, которые крайне правы, то тут сама идея модерного государства, нации, да, она, в общем, объективно толкает к национализму. То есть, когда мы говорим, что вот мы нация, мы там хорошие, мы это самое, остальные, естественно, плохие, да? В этом суть ксенофобия. Да, и если мы будем говорить вообще о идее модерна, то есть, кстати, замечательная книжка американского социолога Мана. Он пишет, что, собственно говоря, геноциды, это не средневековье, это модерн. То есть, когда появляется идея, что суверен не монарх, а суверен нация, да? Вот мы нация, мы... А что делают на нашей территории эти чужаки? Мочи их, все, что там, интеллектуалы впереди. Да, так интеллектуалы, они, собственно говоря, были в тренде модерна, вот государство нации. То есть, совесть у нас отключается, человечность отключается, все эти нравственные ценности. Нет, совесть у нас есть только в отношении нашей нации, а в отношении других совести нет. Внимание, я говорю про другое. Я говорю, что великие заявления, величайшие, всех культур и цивилизаций, возьмем Китай. Какие два великих иероглифа? Жень, человечность и справедливость. И это мы находим везде, и в христианском мире, и в арабском мире, и среди самых таких, как их принято называть, отсталых. Везде мы видим понятие совесть, как бы голос Бога в человеке и так далее. Что же происходит с интеллигенцией? Как вымывается вот это? Ведь эти люди, которые наиболее образованные, приобщенные к этим великим всем, к Платону, Аристотелю и так далее. Вот понимаешь, Сережа, я в этом вижу главное, потому что развращали вот эти ребята. И вот эти вот дикари и дикарства, это идет от вот интеллектуалов. Главное вина в них. Вот я хочу, вот ты сам человек исключительно рудированный, образованный. Вот ты как видишь, который с этим все время имеешь дело? Что с людьми происходит? Что их вот толкает на эту подлость? Что делает сначала гиенов из интеллектуалов, а потом это начинает распространяться? Я считаю, что если говорить о современной ситуации, то недостаток воображения. То есть вот эти нации и государства есть много работ. А может быть недостаток рефлексии, самоконтроля, типа что я делаю? Вот смотри, когда человек, я почему говорю о рефлексивной психологии, Конфуций сказал величайшую фразу. Он говорит, в чем разница, говорит, между совестью и законом? Человек боится закона и боится, чтобы его кто-то увидел. Пусть даже моральный закон, не обязательно. И в присутствии людей он боится. А совесть, это когда тебя никто не видит. Никто тебя ни в чем не упрекнет. А ты говоришь, нельзя этого делать, парень. Это мерзость. То есть это внутренний, вот в человеке то, что совесть. Поэтому, если это только воображение, я думаю, это отсутствие какого-то внутреннего в человеке, то, что он называется совестью. Что я творю? Я вот тут бы не согласился. Я хочу сказать, что такое недостаток воображения. То есть ты не считаешь, что совесть в регуляторах? Нет, сейчас я скажу. Значит, то есть недостаток воображения. Что я имею в виду? Что когда был воображен мир, что мир состоит из наций, это в общем середина 19 века, по большому счету. То есть это очень поздний продукт. И вот люди живут этим. И когда ты живешь своей нацией, то он считает, что ради блага моей нации... Всех остальных можно заметить. Всех остальных можно. То есть его совесть в этом плане абсолютно спокойная. То есть тогда мы приходим к очень интересному явлению. Значит, национализм как явление, особенно характерное для 19 и 20 веков, оно обесчеловечивало образ не просто других людей, а и других наций. Вот они, вот они такие, они всякие. А раз так, мочить их. Это, я считаю, что это шаг, в общем, назад от того, что человечество уже достигло. Обрело же эти... Да, когда оно двигалось от животного состояния. Что вообще идея, скажем так, Прометея и Христа, да, что надо жалеть людей, да, и Прометея и Христос, они не имели в виду греков, ну, Прометей не имел в виду греков, а Христос не имел в виду евреев. И Комфуций не имел в виду только китайцев. Да, ну, это тоже интересно, да. То есть, они имели в виду всех людей. То есть, как раз христианство, его пафос, да, в том, что мы нет эллины и нет... Павел. Ну, Павел... Есть эллины и не есть людей. Да, ну, это, в общем, идея христианства. То есть, что идентичность человек, это главная идентичность. Вот. А когда возникли эти нации и государства, то оказалось, что главная идентичность, это, там, быть русским, быть американцем, там, быть румыном и так далее, да. Вот, что это шаг назад от того, что уже человечество, в общем, обрело. И сейчас, вот, если мы будем говорить, как преодолеть, если мы будем оставаться в рамках, что я буду себя бить в грудь, я еврей, а кто-то будет бить в грудь, что я молдаван, там, я русский, там, и так далее, вот, мы всегда будем опричены на войны, на убийства и на страшные вещи. То есть, мы должны прежде всего понимать, что главное мое... То есть, у человека много идентичностей. Конечно. Множество, точнее. И религиозное, и функциональное, и ролевое. Но мы должны приходить к тому, что мы все люди, это наше главное идентичность. И в этом как раз должны сыграть главную роль интеллектуалы, у которых, к сожалению, я просто общаюсь, там, с умнейшими людьми, сообразовываешься, они все продолжают говорить о русской нации, то есть, они собираются построить русскую нацию еще, понимаете? Я говорю, ребята, ну это Нафталина, до 19 века. Ну да, если мы возьмем... Вот смотри, я тоже заметил одно не очень хорошее сползание. Вот когда говорят россияне, россияне, пусть свобода воссияет, там имеется в виду и россияне-чеченцы, и россияне-татары, и россияне-якуты, вот все, кто положил вот их деды на фронтах, вот это, и те евреи, которые живут в России, в том числе, вот, и те же молдаване, которые наши там остались, живут, и все, и украинцы, и все остальные. Так вот, если понимается россияне, это сразу меняет все. А если вот говорят только русские, а все остальные чурки там и так далее, вот это вот времен черносотинства, вот это вот, вот такую Русь строить не надо, а вот Россию, которая именно вот на этих идеалах построена, на общей национальности, так и сам Бог белял. Да, то есть, как раз промежутный шаг, вот, к реализации идеи, что идентичность в гражданстве главной, мы должны включить воображение, то есть, его как раз не хватает, вот, и понять, что для начала мы должны как строить, вот тоже Молдавию, да, есть такое хорошее понятие не этническая нация, которая у нас сейчас преобладает, а гражданская нация. Это то, о чем, и поэтому правильно сказать, наша общегражданская нация, вот это, когда говоришь общегражданская, снимаются все вопросы о ксенофобии, там о русском языке, о проблеме там гагаузов, о проблеме болгар, других национальностей. При одном условии, если мы признаем, что мы все граждане, мы все соотечественники, и мы нанесем полную ответственность за все, в том числе и за то, чтобы не было гиен, ни интеллектуальных, ни фактических. Вот наша ответственность. Ну что, передача подходит к концу. Расскажи два слова, про издательство, какие планы у вас на будущее, в течение где-то пары минут, сколько нам осталось. Пожалуйста, Сергей. У нашего издательства большие планы, мы издаем много литературы, и вот эта книжка, кстати, вышла в программе «Кантемир», которую мы осуществляем вместе с Сергеем Марарем. И у нас сейчас есть новый проект в сотрудничестве с высшей антрополитической школой, библиотекой имени Марка Блока. И Марка Ткачука. И Леонид Масси. Он же там активную роль играет. Замечательный. Значит, мы готовим уникальный, к печати, в первое научное издание мемуаров о Кишневском погроме доктора Моисея Слуцкого. Он был доктором еврейской Кишневской больницы, которая вот находится там, где Букурия, там ниже. Вот. В какие годы? Как раз вот. В то время. Да, в то время. То есть он свидетель. Потому что всех жертв свозили там раненых, убитых, всех свозили в эту больницу. Кстати, смотри, что удивительно. Карл Шмидт, один из самых лучших наших мэров, после погрома подал в отставку. Он говорит, люди, я не сумел остановить это. Вот это был интеллектуал. Да, да. Вот. И он свидетель из первых рук все это видел. Книга написана очень сдержанным, то есть он беспафо запишет. И в этом как раз это страшнее, это считается гораздо страшнее. Когда мы видим, что происходило. И вот он как раз, если мы можем говорить, что Кишневский погром это предвестник вот этого холокостта. Собственно, да. То есть людям сказали, что прошел слух такой, что царь разрешил убивать жидов. Все. Это как там Антоневску разрешил, здесь царь. То есть это уже было перед. И люди были готовы. И убивали, опять же, соседи убивали своих соседей. И грабили. Цель была какая? Цель была ограбить. Ну что, Сергей, у нас передача, окончается последнее как бы слово нашим дорогим соотечественникам. Что бы ты им хотел насчет сенофобии сказать? Я хочу сказать нашим дорогим соотечественникам, что у нас вообще хорошие традиции межэтнического мира. И я хочу, чтобы люди об этом помнили и их продолжали. И главное, чтобы они поняли, что прежде всего вы люди. Вот когда вы будете помнить, что вы люди, у нас как-то, наверное, жизнь наладится. Спасибо огромное. Дорогие соотечественники, у нас в гостях был Сергей Эрлих, издатель, историк, очень умный и очень порядочный человек. Надеюсь, что мы еще будем с ним встречаться. Он часто приезжает в Кишинев и подолгу остается здесь и в связи с работой, и со своими планами творческими. Ну, а что касается ксенофобии, то я хочу сказать следующее, что самое великое, что делает человека человеком, это умение понимать чужую боль, отвлекаться на нее и самое главное не быть равнодушным. Ибо, как сказал один великий мудрец, все беды на этом свете от равнодушия и от невежества. Итак, с нами был Сергей Эрлих. Я прощаюсь с вами вечнолюбящий вас Виктор Иванович Борисович. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин